Все то, чем нужно ухаживать за руками, это в большом ассортименте у нас присутствует, в каталогах компании Reflame у нас большое количество продукции по уходу за руками, за ногтями. И сегодня мы с вами более подробно, более детально разберемся, какие же продукты у нас существуют, а также мы окунемся в историю ухода за руками, потому что я думаю, это будет очень-очень интересно для вас. И некоторые даже цитаты я вам зачитаю сегодня, потому что, ну, мне было очень интересно готовиться к этому вебинару, и я думаю, будет и вам интересно. Ну и начнем с вами. И, как мы уже знаем, что во все времена женщина всегда мечтала быть красивой. И, конечно же, ни одна косметическая процедура не уходит вглубь веков, как маникюр. Еще раньше, в старые времена, в древние времена, женщины обращали всегда свое внимание на красоту своих рук. Так невесты всегда по обычаю во время свадьбы раньше разукрашивали ладони кружевными рисунками хной. Но, вы знаете, сейчас возвращается все, я очень часто вижу сейчас то, что девушки разрисовывают ладони рисунками, и это очень красиво. И, конечно же, иметь красивые ухоженные руки было престижно во все века. И это подтверждают слова нашего великого классика, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. В средние века по состоянию кожи рук можно было определить, к какому сословию относится человек. Такой модный и известный аксессуар, как перчатки, был придуман для того, чтобы скрыть недостатки и несовершенство кожи рук. И далее мы с вами пойдем. И хотела бы сказать, что нежная кожа рук попадает под воздействием множества вредных факторов. С возрастом кожа теряет свою упругость и эластичность. Это способствует появлению морщин. И до нас дошло из древности, что в Древнем Египте женщины окрашивали ногти, хной и другими растительными красителями. Ногти там красили также и мужчины, чей статус был достаточно высоким. И я вам немножко историю зачитаю. С внешним видом рук и ногтей древние связывали различные приметы. К примеру, в Китае говорили, что светлые мысли приходят к людям только с длинными ногтями. А в Древней Греции не закрашивали ногтевые лунки, олицетворявшие луну. В мрачные средние века ни в коем случае нельзя было иметь длинные ногти. Это ассоциировалось с вампирами и ведьмами. В Средней Азии и Персии считали, что в ногтях находится душа. Поэтому остриженные ногти зарывали в землю или сжигали, дабы они не были использованы для заговоров и колдовства. Согласно доисламским представлениям землетельцев западного Памира, у Адама и Евы в раю все тело было покрыто твердым веществом типа ногтей. Заменяло оно одежду. После изгнания из рая этот покров исчез, сохранившись лишь на пальцах, рук и ног. Пришлось первым людям прикрываться листьями инжира, а ногтями с тех пор дорожат, ибо именно они человека не покинули, да и явились из рая. То есть ногти это предпосылки, что мы явились из рая. Поэтому, конечно же, нам нужно дорожить такими вот дарами природы, да. И вот история, поэтому я думаю, это очень интересно, да. И, конечно же, зачем же нужен уход? Зачем нужен уход за кожей рук? Вы знаете, что у нас всегда открыто? Всегда находится открыто это лицо и, конечно же, наши руки. Ну, я вот, например, конечно, зимой мы можем одеть варежки, перчатки и так далее, но я не любитель перчаток и варежек. Хоть как бы холодно ни было, всегда выскакиваю из дома с голыми руками. И руки у нас, кожа рук всегда воздействует с разными погодными условиями. И руки всегда у нас делают разную работу, да, потому что кожа лица, конечно же, не делает такой работы, сколько выполняет работу руки, да. Потому что руки у нас сейчас, вот я, например, вела различные творческие кружки, когда раньше была учителем, да. И всегда очень часто приходилось клеить различные, то есть работа с клеем, работа с различными материалами. То есть, и, конечно же, руки от этого очень-очень страдают. И также мы в своей жизни всегда занимаемся какими-то работами, да, то есть и руки у нас всегда воздействуют то мы на грядках, то мы еще что-то делаем, да. То проболка, то огороды, то какая-то другая рутинная работа, и стирка и так далее, то есть соприкосновение, уборка, соприкосновение с различными химическими изделиями, химическими веществами и так далее. Конечно же, очень большой урон несет вот эти виды деятельности для нашей кожи рук. И, конечно же, нужно правильно ухаживать за руками. И повреждение кожи рук очень большое воздействие несет из внешних факторов, да. И мы всегда снимаем последствия жесткого воздействия с помощью ухода за кожей рук. И сейчас мы с вами поподробнее разберемся, как же ухаживать. За кожей рук. И также, что же входит в уход за руками? Конечно же, принятие баночек, да, различных, то есть, которые очень хорошо для нас, для нас очень хорошо для того, чтобы нашим кожа рук наша кожа рук была мягче, да. Но перед тем, как мы принимаем в ванночки, конечно, нужно очищение. Очищение также кожи рук – это щадящее очищение, это устранение внешних загрязнений с поверхности кожи. И мы очень часто с вами моем руки, да. Всегда вот мы приходим из садика с Артемом, моем руки, да. Приходим с прогулки с улицы, моем руки. За обедом, за завтраком, за ужином садимся, конечно же, моем руки. И, конечно же, сушит кожу рук, да. И зачем же нужно отшелушивание? Отшелушивание позволяет снять мертвые клетки, потому что у нас всегда идет, образуются мертвые клетки рогового слоя, да, что улучшает проникновение активных веществ в кожу при последующих процедурах. И когда происходит отшелушивание, мы тем самым делаем массаж кожи рук. И массаж, он всегда усиливает кровообращение, снимает напряжение мышцы, связок, смягчает кожу. Также мы можем делать маски для наших рук. Они смягчают и питают кожу рук, усиливают ее защитные свойства и стимулируют процессы регенерации. То есть регенерация – это восстановление клеточек, увлажнение, питание и защита с помощью крема для рук. Кремы включают в себя различные компоненты и добавки, создающие защитную пленочку. Секунду. Итак, идем дальше. Итак, какой же самый известный продукт? Самый известный продукт по уходу за руками – это крем для рук. И кремы для рук, что они делают? Они не только питают и увлажняют, и санитируют кожу, но и охраняют отеки. А также оказывают противовоспалительные действия, и нормализуют кровообращение, улучшают микроциркуляцию кожи. И в состав, что же входит в состав? В состав кремов для рук входят эстракты лечебных трав, питательные увлажняющие масла, защитные компоненты, а также витамины. И мы сейчас поэтапно разберем, что же у нас, какие же кремы для рук есть и какой же уход за руками. Ну, конечно же, это незаменимый антибактериальный гель для рук. Должен быть у каждого в сумочке. У нас он есть в компании. В компании два вида антибактериальных гелей для рук. Ну, об одном из них мы сейчас поговорим. И зачем же нужен антибактериальный гель для рук? Это прежде всего защита для всей семьи. Он экономичен в использовании и эффективен против бактерий. Обязательно, конечно же, смягчает кожу, освежает и не требует смывания. И мы всегда часто находимся, особенно вот на прогулках, да, у кого детки, а я знаю, что детки здесь у многих. У меня всегда в своей сумочке вот такой антибактериальный гель для рук. Потому что ребенок играет в песке, может, был такой вкусно пахнет и холодит. Он и сейчас есть, периодически появляется. Вот недавно я его и заказывала. Он приходит в коробочке. Просто смотрите периодически и можете заказать. Особенно в летнее, весеннее время он очень нужен и с детками. Мы постоянно на прогулках гуляем. Детки могут и в рот засунуть, руки грязные и так далее. Очень неудобен в применении. Две капельки. И вы знаете, что у нас была презентация, это я случай расскажу свой. И на презентации присутствовала женщина, которая работает с СЭС. И мы тестировали этот продукт, рассказывали о нем, но мы не знали, что эта женщина из СЭС. И она купила, приобрела этот продукт и молчком протестировала, то есть делала смывы. Смывы рук, когда, ну то есть они специальные такие смывы делали, да, и когда не нанесено, то есть просто помыты руки, да, и когда нанесено это средство. И то, о чем говорится, о чем мы говорили про это средство, да, про антибактериальный гель, она сказала, что да, вы правы, что нам принесла результаты этих смывов. И то, что да, антибактериальные гели для рук убивают бактерии и, конечно же, не вредны после, даже после него можно, то есть когда высохнут руки, можно пирожок съесть и ничего страшного не будет. Поэтому обязательно приобретите, если у кого нет такого антибактериального геля для рук. Очень часто мы видим, удобно, когда идешь куда-то, да, конечно, виза, и очень часто мы видим даже в магазинах, да, когда кассиры сидят, они пользуются вот этими антибактериальными гелями для рук. Потому что мы, даже если мы идем куда-то, да, и даже в кафе идем, не всегда возможно там руки помыть, допустим, да, а это очень удобно. Во-первых, он небольшой такой флакончик, он в любую сумочку поместится, и он не тяжелый, не утяжеляет. Всего лишь одной капельки хватает, запах очень легкий такой нежный, и одной капельки хватает нанести на руки и убить бактерии, да. И, конечно же, он дополнительно смягчает кожу. Ну, а мы двигаемся дальше. Что же следующие продукты? Ну, конечно, это волшебная коробочка. Я ее очень-очень люблю. Появилась она у нас не очень давно. Это подарок любой женщине, да, любому человеку, просто великолепный, потому что очень красивая коробочка и очень нужная коробочка. Потому что, вы знаете, ухаживают за руками все. У любой женщины имеется крем для рук всегда. И у нас такие профессии, с которыми сталкиваемся, да, очень большое количество кассиров, продавцов и так далее. Для них уход за руками очень важен, потому что они постоянно имеют дело с продукцией, постоянно моют что-то, полки берутся за продукты и так далее. И у них очень сильно страдают руки. И в большом количестве я общалась с продавцами, и они всегда крем для рук обязательно покупают. Ну, и, конечно, спа-уход за руками. Что же за спа-уход? И спа-уход включает в себя три шага. Это в котором, какие же три продукта есть, да, в спа-уходе. Это замечательная масло для ванночек. Это очень расслабляющая нежная процедура. Я, Вика, любит, да, Вик, я тоже обожаю. Я это делаю часто ночью, когда готовлюсь к вебинарам. Я делаю это раз в неделю. Но у меня очень часто либо я готовлюсь к вебинарам, потому что я ночью это делаю, да, когда детские спят, потому что никого я, никто мне не мешает. И когда я готовлюсь к вебинарам, я обязательно в ванночку у меня, обязательно наливаю вот это наше масло. Оно очень хорошо расслабляет, тонизирует нашу кожу. Масло нужно немножко. То есть вы в емкость небольшую специальную, у нас есть в емкости такие чашечки. Их можно приобрести тоже у нас в Reflame. Вы можете инструмент для продаж посмотреть и увидеть вот такие емкости. И заказать их. И туда небольшое количество теплой водички. И у нас открывается это масло-крышечка, да, на ней. Вот я в крышечку наливаю и наливаю в емкость, да, и кладу свои руки, погружаю. Очень такая великолепная процедура. Кстати, мы, я по уходами работаю, люди просто балдеют, по уходами за руками, да. Это очень быстрая процедура такая, недолгая, но очень хорошо себя выражает. Потому что, но, когда вы спа-уход делаете себе, да, вы погружаете две ручки свои, да. А вот когда спа-уход вы делаете для своих клиентов, это можно делать в домашней обстановке, это можно делать в офисной обстановке, потому что это малая затрата воды, да, и очень быстрый результат. Но когда вы делаете, работаете с клиентами, вы делаете это все с одной рукой. То есть вторую руку вы не трогайте, вы потом лучше вторую руку даже может человек, там клиент заделать сам, да. Ему это будет очень приятно. Но если он не хочет делать сам, то вы ему можете сделать так же. Но сначала делайте на одной руке. Почему? Сейчас скажу. То есть сначала мы погружаем в масло, да, то есть это тепленькая водичка. Ну, то есть чтобы рука терпела, да, чуть-чуть, чтобы она не совсем тепленькая, но чуть-чуть поморячее, да, была. Не комнатная, конечно, температура, вот, это поры распорываются, это идет такое расслабление, такая легкость такая, вот, нежность такая. После того, как мы в ванночке побыли минут 10, мы получили вот такой уход, релаксацию, да, свежесть, такой аромат нежный, тонкий, свежий. И далее, идем, процесс идет отшелушивание, да, то есть поры у нас раскрылись, мы начинаем отшелушивание. У нас замечательно есть скраб в этой коробочке, небольшое количество скраба мы наносим на руку, идет процесс отшелушивания. И идет массаж, идет массаж такой нежный, вы немножечко трогаете пальчики, так разминаете нежно, да, даже для ваших клиентов. Идет микроциркуляция крови, и человек просто великолепно себя чувствует, ему это очень нравится. И после того, как вы это все отстрабировали, конечно, вы ручки помыли, смыли это все, да, и вот такой крем у нас, крем-спам, он очень хорошо, максимально смягчает, увлажняет кожу вашу, и вы последний штрих вот этим делаете кремом, да. Вы делаете это на ночь, если вы хотите очень сильный эффект получить, результат, то у нас есть вот такие перчаточки, белые перчатки, они были раньше желтые, которые мы можем надеть на ночь вместе с этим кремом, потому что у этого крема очень такая жирноватенькая консистенция, и оно подходит, как еще и масочку дополнительно сделать, да, нанести хороший слой, и поместить в эти перчатки, и на ночь вы засыпаете с перчатками, идет такой замечательный процесс релакса, и кожа у вас восстанавливается. На утро у вас, конечно, руки, как у младенца, и каждый раз в недельку вы можете это делать, вот эту процедуру, и вы сразу увидите, какой, какой отличный эффект и результат от этого, от этой процедуры, И я каждому советую. Во-первых, это замечательный подарок, коробочка, ну, совсем недорого стоит, хватает очень-очень надолго, и компания Reflame сделала очень хорошее предложение нам вот в таком формате, Потому что, ну, это незабываемый подарок, самое главное, я работаю со спа-уходами за руками, это у меня, кстати, вторая идет процедура, то есть, когда сессию по уходу за лицом, да, проводишь, а потом можно приглашать на спа-уход за руками. И очень прям хорошо идет, конечно, эти коробочки заказывают моментально, вот, им все нравится, потом мы очень большое, очень много разговариваем про ногти и так далее, вот. И вот это вы можете также применить в домашних условиях, потому что вы можете прийти в гости с такой коробочкой, вы можете это все попробовать, почувствовать, да, вместе с своими клиентами. И для них это будет тоже очень здорово. И это повод еще один встретиться с вашими клиентами, с вашими знакомыми, пообщаться по поводу Reflame. Вот такой спа-уход. Это все для вас понятно, да? Мы идем с вами дальше. Какие же у нас серии по уходу за руками? Я коснусь немногих серий, основных, да, я считаю. Вот у нас серия Нежный бархат. Мне она тоже очень нравится. И я думаю, большому количеству нравится эта серия. Что же в этой серии есть? Это вот, опять же, антибактериальная гель-киарубки, вот тоже очень часто можно видеть в каталоге. И, кстати, когда вы делаете сессию по уходу за лицом, я немножечко уйду, да, не по теме, но, а также по уходу за руками, конечно же, нужно всегда иметь в каталоге реальный гель для рук. Почему? Потому что, когда человек приходит, он должен видеть, что вы обрабатываете свои руки, да, потому что вы же своими руками также делаете уход. Уход за лицом, по уходу и так далее. И вы тем самым показываете гигиену ухода, да, то есть человек видит профессионализм в вас и так далее. Поэтому антибактериальный гель – это незаменимая штучка, как я говорю, она должна быть всегда при вас. И, конечно же, это профессионализм, потому что обрабатывать руки вы всегда должны. И зачем покупать там в каких-то аптеках продукты, которые содержат большое количество спирта, вот эти вот антибактериальные гели. Чем они отличаются? Тем, что они содержат большое количество спирта, которое очень сильно сушит кожу ваших рук. И не очень приятное ощущение. Во-первых, запах специфический. Бывают там какие-то отдушки, но мне не нравится, честно сказать. Я пробовала антибактериальные гели и так далее, вот, аптечные, но мне очень нравится наш гель, антибактериальный респлэн. Поэтому зачем покупать где-то, если можно приобрести это для вас и вашей семьи незаменимый продукт. Ну и серия «Нежный бархат». Так что же в этой серии есть? В этой серии есть два вида крема – защитный и питательный. Вот очень многие женщины задают вопрос, а зачем защитный, а зачем питательный? Во-первых, два этих крема обязательно должны быть у женщины для рук. И защитный, и питательный. Не может быть такого, что защитный крем, вот я вам рекомендую защитный крем, или я вам порекомендую питательный крем. Почему? По уходу за лицом мы с вами разбирали тему, как ухаживаем за лицом. Что несет в себя защита, а что несет в себя питание. То есть защита – мы защищаем кожу, да, и плюс еще увлажняем кожу. Это обязательно. Что такое защита? Защита – это барьер от чего-то, да. То есть тем самым крем защитный, он дает барьер к грязи, то есть не дает грязи просочиться в поры ваши. И когда наносишь защитный крем? Защитный крем наносить нужно перед работой. То есть даже утром вы идете, вы нанесли защитный крем для рук. Мороз, метель, неблагоприятное воздействие окружающей среды, защитный крем для рук, жара и так далее. Утром защитный крем для рук обязательно нужен. Почему? Потому что летом – это значит жарко. Мы защищаем кожу рук от вредного воздействия окружающей среды. От наших СПФ-фильтров, потому что защита от ультрафиолетовых лучей, ультрафиолетовых лучей – это постпорение. А ваши руки очень сильно могут там горать, и вредные ультрафиолетовые лучи будут поглощаться кожей рук. Особенно, когда люди, и у нас тоже здесь мы, хоть и в городе живем, но здесь также имеются сады, огородики, дачки и так далее. Либо мы идем загорать. Вы знаете, что если защитным кремом для рук нанести его на руки, на плечи и так далее, не обгорите, потому что очень хорошо защищает крем для рук. Во-первых, крем для рук очень хорошо. Я в развитии своего бизнеса начинала не в городе, в Добринке, это рабочий поселок, и там, конечно, у всех огороды, у всех. И кремы для рук, кремы для ног очень сильно нужны. Вот Ирина пишет, мне очень нравится питательный крем для рук. Хорошо это питает мою кожу рук и запах обалденный. Конечно, потому что в этих кремах содержатся витамины Е и миндальная масса, которая очень хорошо смягчает кожу рук, очень нежно пахнет и очень хорошо впитывается и увлажняет. Ну и мы большого количества делали баллов на кремах для ног и кремах для рук, потому что защитные кремы для рук даже спасают, когда, вот у меня, например, аллергия от порошка всегда. И я наношу крем для рук, если у меня ручная стерка. Наношу крем для рук, жду, когда питается, потому что если вы даже попробуете поднести руки защитным кремом под струю воды, то вы увидите, у вас вода будет стекать, как с гуся, вот с гуся вода, как говорится, да, высказывание такое, потому что, ну, как бы невидимая такая пленочка у вас создается, но вы ее не чувствуете. И тем самым вот это вот химические вещества, они не проникают в кожу. Также большой объем даже крем для рук, вот этот защитный, именно вот этой серии, у меня у мужа всегда лежит в машине. Почему? Потому что он у меня работает водителем и всегда очень, ну, вдруг там поломается или что-то. И надо ремонтировать, да, машину. Обязательно, я ему говорю, наноси вот этот вот крем, можно копаться в самой сильной грязи, и ваши руки будут всегда защищены. Очень стильные, вот эта вот вся грязь не будет поедаться в поры ваши, и обязательно защитит ваши руки от вот этой грязи. Вы только пойдете, помоете руки с мылом, и они будут всегда чистыми. То есть перед работами мы всегда наносим защитный крем. И вот продавцам очень хорошо в течение дня защитным кремом пользоваться для рук. Я когда работала учителем, когда вот мы делали вот эти поделки всякие, всегда перед этим наносила крем для рук защитный. Вот. Какую же функцию имеет питательный крем? Ну, питательный крем – это наше, как я говорю, наше мясо, да, то есть наше питание для рук, потому что кожа должна кушать, питаться всеми питательными веществами. Вот этот питательный крем мы наносим, когда мы уже приняли в ванну, когда мы уже вечером перед сном, когда мы уже все работы сделали, и когда наши ручки нужно укрепить, то есть накормить и так далее. Вот этот крем для рук питательный, мы его наносим на ночь. И все питательные кремы, имейте в виду, нужно наносить, конечно же, на ночь. Ну, и большинство женщин, конечно, питательными кремами пользуются, потому что они, ну, слово питание, да, то есть пропитывают ваши руки от сухости, их прям сразу избавляют. Но защитные кремы для рук нужны, конечно, тоже, поэтому всегда рассказывайте, для чего же нужен защитный крем для рук, потому что многие не понимают, для чего. Ну, и, конечно, очень легко протестировать кремы для рук, потому что руки всегда, на руки можно всегда навести крем, я тоже себя тестирую, даже по магазинам иду, и беру с собой крем для рук всегда, да, и могу протестировать, тем самым рассказать о свойстве, о качестве нашем, да, человек попробует, протестирует крем для рук, ему очень-очень понравится. И это ваши клиенты. Ну, и далее, какие же серии еще есть? Еще есть серия натуральные секреты. Мне тоже очень-очень нравятся эти серии. И что же, какие же тут кремы, да, скажите, пожалуйста, кто пользовался вот этими кремами, и ваши ощущения, и каким именно кремом пользоваться, напишите мне. Ну, а пока вы пишете, я немножечко расскажу. Здесь три вида крема. Есть также и защитный, и увлажняющий крем. Это малина и мята, он очень хорошо тонизирует. И крем-базилик-персик, он хорошо увлажняет, питает кожу рук. И еще, так, персик и базилик восхитительные. Замечательный аромат. Но что хочу рассказать про эту серию, это серия для тех, кто любит, когда руки его пахнут. То есть, замечательные ароматы, фруктовые, яркие такие запахи. И есть у нас женщины, которые выбирают такие кремы, которые, ну, им очень нравится, когда они пахнут, да, от их рук. И вот такие кремы есть. Они бывают с хорошими скидками, и тоже очень классные, да. То есть, у меня тоже они были, мне они нравятся. Вот, но мне больше всего нравятся нейтральные запахи. У нас вот есть крем, появился, я про него рассказывала, его обязательно заказала себе, потому что мне эта серия понравилась. Весенняя серия тюльпан, весенние цветы, она есть у нас в каталоге, вот я ее, кстати, сюда не добавила. Но мне очень понравилась тема, эта серия, во-первых, очень красивый цвет, там, салатовый, да, вообще, просто великолепный. Там на тюбике нарисован тюльпан и мимоза. Вы можете поставить плюсики, кто этой серией пользовался. То есть, аромат просто нейтральный. Я вот не люблю, когда пахнут мои руки. Девушка знакомая говорит, что малину мяту ее любимый крем, а мне нравятся весенние цветы. Да, Анечка, мне очень нравятся весенние цветы. Во-первых, он моментально впитывается, да, нежный, весенний, он очень нежный, он легко, тонкий такой, тонкий, тонкий такой аромат. Просто эту серию я себе три набора оставляла, даже крем для душа мне очень понравился. Я просто без ума от этой серии. И вот очень мне понравился этот крем для рук. Почему? Потому что еле уловимый аромат. Я не люблю, когда пахнут руки мои сильно. И мне он нравится в консистенции, потому что моментально впитывается, его не чувствуешь вообще. И руки такие нежные, очень хорошие становятся. Ну и дальше, какие же у нас еще новые серии. Это серия, вот такая серия. Мне очень она нравится, эта серия, подарок природы. Почему? Потому что я, да, Ириночка, на руках очень приятно ложиться, не липнет. Да, мне тоже очень нравится. Ну, вот эта серия мне тоже понравилась. Мне приятно дарить в презенте эту серию, потому что она в коробочке. Это серия с разными ароматами. Это серия для тех, кто любит ароматы. Это серия с маслом оливы, с маслом какао, бобов, да, и с маслом черешни. Ароматы просто вот натуральных продуктов, натуральных масел этих кремов. Кремы небольшие, маленькие. Вот, но в презент очень прям красиво. И есть у меня индивидуальные клиенты, которым полюбился этот набор, хоть и кремы маленькие. И знаете почему? Потому что эти кремы очень важны по ходу куда-то, в поездке, на работу и так далее. И можно взять, то есть здесь три вида крема, они тоже один питают, другой увлажняет, защищает. И с разными ароматами, да, это ароматерапия, опять же, кто любит, кто хочет вишенку, кто хочет оливу почувствовать и так далее. Запах великолепный, запах вообще вот, когда им пользуешься вообще на всю комнату. И чем очень хорошо, тем, что, потому что я спрашиваю у людей, а чем нравятся, вот, вроде бы небольшие такие. И людям, как бы моим клиентам понравились эти кремы из-за того, что их удобно брать с собой. То есть их удобно носить в сумочке, ведь в сумочке у женщин что только нет, да. И вот если большой объем крем для рук, да, нежный бархат взять, да, ну куда его положить, да, тяжелый и так далее. А это невидимый, маленький, очень удобный в применении, и постоянно он с собой. Вот в чем вопрос, что всегда с тобой, всегда. И очень здорово, то есть великолепно дарить в подарок. Серия интенсив уход. Великолепная серия, нейтральный запах имеет, обеспечивает глубокое питание. И, конечно, восстанавливает кожу. Вот чем он отличается. То есть он очень сильно, глубоко питает вашу кожу и восстанавливает также. А также, что же делает эта серия? Она нормализует баланс влаги в коже рук, борется с воздействием свободных радикалов. Это тех вредных частичек, которые у нас, если они в нашу кожу вступят, и также защищает кожу от раздражения. Тоже есть небольшие флакончики, тоже очень удобные, потому что их можно взять везде с собой. И также, в какой же состав входит? В состав этих кремов входит масло шин, масло сладкого миндаля, эстракта арники. Арник у нас очень сильный антиоксидант. Также витамин Е, которые, вот эти вот все эстракты, они препятствуют проявлению процесса встанения на кожу рук. Это антивибросной уход. Это тоже прежде всего. И очень многим женщинам он очень понравился. И пришелся по душе. Ну, и мы с вами плавненько переходим к маникюру, к истории маникюра. И хочу сказать, что человек всегда хотел украсить себя, сделать себя красивее для окружающих, выделиться среди многолитной толпы. И оригинальный маникюр – это один из легкодоступных способов выделиться. Сейчас у нас большое количество маникюров. Есть искусственный маникюр, который делают. Но сейчас, кстати, уже в большей степени люди опять приходят к тому, что маникюр свой, естественный, свои ногти – это очень здорово. Потому что прежде всего это здоровье. Конечно, мы видим то, что очень большое количество людей сейчас с искусственным маникюром, да, покрытие, шелак и так далее. Но ничего хорошего от этого нет. Если постоянно делать вот такие покрытия и вот так заботиться о своих ногтях, то полностью ногтевую пластинку, вот то, что мы изначально, я вам рассказывала про историю, что же такое ногти, да, то, что это создается из рая, да, и так далее. И все это портить искусственными вещами. То есть я наращивала один раз ногти. Это было наращивание, когда я замуж выходила. Вот, ну, экстренное такое, потому что, ну, то есть свадьба, да. Но после того, как все это сошло, это просто такие ногти, это вред такой своему здоровью. Это такая тоненькая ногтевая пластиночка, но это просто большой-большой урон. Ну, и немножечко в историю сейчас с вами вернемся опять. Люди в древности ненамного отличались от нас. В истории маникюра уходит глубоко, история маникюра уходит всегда глубоко от века. Тогда, во времена патриархата, ногти раскрашивали не только женщины, но и мужчины. Представляете, мужчины раскрашивали ногти. В 1964 году при раскопках в Египте была обнаружена гробница Смунини, свиты фараонов Нусера, который жил аж за 2400 лет до нашей эры. В списках эти люди обозначались как хранители и мастера ногтей фараонов, или, проще говоря, маникюристы. А самый древний из найденных маникюрных наборов, сделанный из литового золота, датируется 3200 годам до нашей эры. Найден он был в южной части развалин Вавилона в Халдейских захоронениях. Рассветку носей использовали для иерархического выделения. Фараоны и знати отращивали длинные ногти, раскрашенные в яркие цвета. От мастера зависит, но никогда не сделала. Хорошо. Итак, преимущественно красных терракотовых оттенков, когда, как рабам, позволены были светлые неброские цвета на коротко стриженных ногтях. В Древнем Китае краску для носей приготавливали из воска, желатина, яиц и гуми-арабики. Знаменитая Клеопатра окрашивала ногти хной. Ею, кстати, и составлен первая справочность как по уходу за телом, так и по окрашиванию ногтей. Восточные женщины вкалывали растительные красители в ростковую зону ногти, ежедневно мучая себя болезненной процедурой, но красота требует жертв. А в Древней Греции мастера по маникюру никогда не закрашивали ногтевые лунки, а проще говоря, полуовалы, отождествляя лунку с луной. Старообрядцы и по сей день считают, что посредством ногтей и столбуны соединяются с духами, и стричь ногти следует не иначе, как только в четверг. Потом длительное время окрашенные длинные ногти считались дурным тоном. И окрашенные ногти были отличием падших женщин, актрис, дам полусвета, куртизанов. В XVI веке уже нашей эры за раскрашенные ногти могли обвинить в колдовстве и отправить на костер. И при жалке кольской их отстригали, полируя до блеска, замшевой подушечкой и укрепляя пластину лимонным соком. Этот способ укрепления актуален и по сей день. Но желание приукрасить себя взяло вверх, и раскраска ногтей возвращается. Первые настоящие маникюрные наборы появились благодаря просьбе Людовика VI удалить воспалившийся заустенец. Придворный доктор без проблем справился с поставленной задачей и создал специальный набор по уходу за руками. Его племянница, оказавшаяся энергичной, предприимчивой дамой, сделала этот набор популярным не только в придворных кругах. И именно в это время маникюрный набор пополнился еще и палочкой из апельсинового дерева, которой мы пользуемся и по сей день. Теперь купить маникюрный набор можно было в любой ласке рыночного торговца. В начале прошлого века маникюр лишь укрепил свои позиции. Появляются различные цветовые оттенки. Лак для нас все начинают распособывать в удобные флакончики с кисточкой. Но не все женщины являлись счастливыми обладательницами длинных и красивых носей. Каким ухищрением только не пробегали. От наклеивания нескольких слоев рисовой бумаги и до приклеивания обрезанных собственных носей. Даже ваши юные дочки, играя в саду, импровизируют, наклеивая лепестки, цветов себе на ноготки. Кто наклеивал ноготочки себе? Я вот наклеивала. Наклеивала лепестки цветочков. Мы так играли. Это очень здорово. И опять медицина пришла на помощь красоте. Совершенно случайно американский стоматолог, дабы избавить свою жену от вредной привычки хрызть ногти, стал накладывать ей на ногти акрил. Маникюристы было взяли это на вооружение. И теперь идеальная форма и желательная длина носей перестали быть нерешимой проблемой. А стоматологи стали пусковщиками акрила. Но люди не только желают красоты, они достаточно ленивы и не хотят тратить свое драгоценное время на ежедневную окраску носей в соответствии с выбранным костюмом. Так и возник универсальный темный любимый французский маникюр. Но мы про французский маникюр с вами Ирину Ватморозову разноклели, да, поговорим попозже. И вот сейчас мы разнообразную палитру лаков и уход разберем с вами поподробнее, да. И варианты, варианты того, как ухаживать за ногтями, за вашими, мы рассмотрим. Потому что недавно появился у нас скраб для рук, да, спа, но у нас очень давно есть спа-скраб, да, и мы знаем, что нежный бархат, скраб у нас уходил, и мы применяли и пользовались вот таким скрабом для рук. Просто великолепно, очень хорошо пропитывал вот этот вот скраб руки, да, суперский скраб, мне он очень нравится. И что еще для ногтей, да, у нас есть скраб для удаления кутикулы, у меня он тоже есть, я им пользуюсь, мне он очень нравится, потому что он не только удаляет вашу кутикулу, способствует для удаления, да, но и очень хорошо размягчает ее, очень хорошо отделяет ее от ногтевой пластинки. Также у меня, я этим пользуюсь, я знаю, что нашим средством ухода за ногтями очень сильно любит Оля, наш наставник, наш спонсор, и она очень многое может рассказать про эти средства, но мне тоже очень нравится наше средство, это замечательное питательное масло для кутикулы, которое вы наносите на кутикулу и на ногтевую пластиночку, и массажными движениями втираете кожу, очень хорошо впитывается, тем самым питает вашу ногтевую пластиночку. Также у нас очень хорошее есть средство для роста ногтей, с трактом киви, там такие пузыречки, шарики такие, которые лопаются, от них вот такое удовольствие, когда вы опять же втираете кожу и получаете очень большое удовольствие. Или у нас есть средство против расслаивания ломкости ногтей, прочный алмарк, оно непрозрачное, да, видите, но оно очень хорошо ложится на ногти, на ногтевую пластинку, очень хорошо укрепляет ногтевую пластинку. И мы следуем дальше с вами, какие же лаки для ногтей у нас есть, и чем наши лаки для ногтей, извините секундочку, ладно, у меня вебинар, я покажу чем же наши лаки для ногтей важны, и чем они отличаются от других лаков, вот я никогда не пойду в магазин и не куплю лак для ногтей в магазине, что вы про наши лаки не говорили, кто говорит, что нестойкие, кто говорит, как, но наши лаки, они, во-первых, очень яркие, очень модные, компания Арифлейм всегда идет в ногу со временем, и всегда что только она не делает, да, но то есть она в тренде, да, и лаки для ногтей 100% цвет, они очень яркие, насыщенные, красивые, но вы заметили, что когда мы наносим лак на ногтевую пластинку яркий, если мы купим лак, некоторые говорят женщине, да что лак, я лак куплю в магазине, он там стоит 50 рублей, там, и если вы враги своему здоровью, я всегда так отвечаю, то покупайте в магазине, а я в магазине не буду покупать, тем более у нас всегда есть какие-то акции, для лаки, для ногтей можно по акциям набрать большое количество, разнообразную палитру и так далее, да, и чем же наши лаки отвечают, во-первых, они не содержат вредные вещества, да, я в своем ролике на обзоре заказа говорила про наш лак, то, что наш лак не содержит камфора, формандоидные смолы, да, то есть вот эти вот примеси, которые нашу ногтевую пластинку просто разрушают, вот эти примеси, которые, извините, какие ингредиенты вы можете купить за там 50-40 рублей, просто вот это из ряда вон выходящий, наши лаки не содержат вот этот бедный пигмент, который гидается в ногтевую пластинку, извините, когда я прихожу, я к девушке к одной пришла, и она стирала ногти, у нее был красный цвет, да, лака, но, когда она стерла ногти, у нее оранжевая ногтевая пластинка, это означает то, что вот эти вот питательные, вот эти пигменты, которые краще пигменты, они все в ногтевую пластинку впитались, и они разрушают вашу ногтевую пластинку, а также идут в кровь, капилляры, вот эти вредные все вещества, которые, вот эти формазридные смолы и так далее, наполнены вашей пластинкой, это очень негативное влияние оказывает вашему здоровью, поэтому заботьтесь о своем здоровье, что бы мне не сказали, что он даже будет один день там держаться в лак, я могу его стереть и нанести другой цвет, либо этот же оттенок нанесу еще, но я никогда не буду покупать вот такие дешевые лаки, и непонятно, что в них, чем они напичканы, наши лаки не содержат ацетона, которая очень губительна для ногтевой пластинки, и от наших лаков нет вот такого цвета, который въедает в ногтевую пластинку, обязательно знайте это, ну конечно же лучше защитное средство под лак наносить, когда вы наносите, и закрепляющее потом средство, да, то есть и целую неделю у вас будет держаться, ну не неделю, но 4 дня будет держаться этот лак, вот, есть у нас замечательная палитра, очень большая палитра стойкого лака для ногтей и зеан, и с этой палитрой у нас познакомились большого количества наших консультантов и клиентов, была компания Reflame такую возможность, по-моему каталог номер 5, если я не ошибаюсь, они были по 79 рублей для нас, заказывали разные, запаслись наверное на многое, вот, кто что говорит, но мне очень нравятся лаки, очень красивые цвета, и кстати сейчас они есть в каталоге, да, модные, популярные, и самое главное не вредные вашему здоровью, разнообразную палитру вы можете найти, да, в каталоге, слуху, так далее, и да, очень удобная кисточка, компания все продумала, даже кисточку, как наносить, смотрится как гель-лак, просто великолепно, 2-3 дня держится это 100%, а если там покрытие еще нанести, ну это я вот говорю 2-3 дня, да, при условии, что руки из того места, да, очень удобно наносить, и держится великолепно, и кстати, знаете, что еще, если покупают дешевые лаки, вот всегда я говорю своим клиентам, ты купила, через сколько времени засох этот лак, даже в месяц хватает только, и все, что лак не сух, что лак такой, еще можно его накрасить, да, но, да, сохнет очень быстро, но я имею в виду, что вообще в тюбике, во флаконе засохнут, сохнут лаки магазинные очень быстро во флаконе, и когда мы открываем флакон, там все высохло, да, потому что там, ну, просто неизвестно, что добавлено, у нас, кстати, лаки, у меня есть лаки 100% цвета, которые два года у меня, и я ими крашу, вот, то есть, поэтому я говорю, сколько ты лаков перекупишь, во-первых, вред нанесешь своим ногтям, сколько лаков перекупишь за эти два года, а у меня этот цвет будет стоять два года, я им буду красить, да, то есть, ну, и другие буду покупать, различные оттенки, есть у нас еще лаки серии Giordani Gold, лаки серии Giordani Gold, это уже лаки премиум класса, и лаки классического стиля, да, то есть, это классика, это красиво, это нежно, это определенные оттенки, это очень красивые цвета, и у меня тоже есть лаки, но как-нибудь в следующий раз я, возможно, открыто проведу вебинар, и все вам скажу, что сколько у меня лаков, да, сколько у меня средств по уходу за руками, я вот готовилась и перебирала все свои лаки, все свои средства и так далее, мне очень тоже нравятся красивые лаки, и даже Оля спрашивала, она на одном обзоре, была накрашена лаком для ногтей Джордани Голд, мне очень понравилось, как смотрится этот лак, вообще, лаки наши великолепные, и мы знаем, что лаки не содержат вот эти вот вредные вещества, да, ну и, конечно, лаки серии ВРНИ, мы не можем пройти мимо, это молодежка, это интересные лаки, компания нам предлагает новшества различные, что только она не предлагает, вот в этом каталоге у нас новинки лаков серии ВРНИ, про которые очень хорошо рассказывала Оля, очень подробно, про и покрытие, и лакосновы, и так далее, а что делал кракелюр, это просто великолепная вещь, да, вот серия жидкий песок, ну это просто вот тренд мода, очень клево, классно, и очень здорово, и с основными палетками мы с вами познакомились сейчас, и что кракелюр, да, я обожаю кракелюр, мне тоже он нравится, я часто делала кракелюр, у меня вот нравится черный цвет и золотой, и мне очень удобно, то, что он очень долго держится вообще, да, кракелюр от Веремия, да, я его просто обожала, он очень долго держится, он сейчас бывает, поступает в распродажах, вот кому долгий маникюр нужен, вот вообще вот это вот прям надолго, мне нравится наносить его, но, кстати, нужно знать, как наносить немножечко, то есть два слоя наносить основу, а потом партилюр, чтобы он лопался, наносить уже на потокшие ногти, тогда очень красиво он лопается, вот, обязательно посмотрите, видите, что такое партилюр, если кто не знает, ну, я думаю, все знают, вот уход за руками, да, у нас замечательная жидкость для снятия лака, которая не содержит ацетонов, вредных веществ, которые очень хорошо, нежно снимает с ногтевой пластинки лак, нужно нанести небольшое количество на ватный диск, да, ее называют волшебной, да, то есть наносите, и через некоторое время пленочкой снимается лак, пленочкой, не надо тереть вот так, разрушая ногтевую пластинку, то есть он моментально, то есть чуть-чуть подержали, да, жидкость, и раз, 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 и все сняли, да, пахнет барбаристской, просто великолепно, поэтому мне очень нравится на жидкость, хватает на очень-очень долго, и очень здорово, также мне очень нравится смягчающий бальзам для ухода за пути, кутикулы, Олесечка, да, не ацетонный, да, и вот про смягчающий бальзам хочу сказать, миндальное масло, очень нежное, когда наносишь на вашу кутикулу, да, вот на вашу кожицу, да, на ногтевую пластиночку и на кожицу, просто великолепно втираешь, так хорошо увлажняет, хорошо заботится, такая нежная кожа, но серия просто великолепная, и я рекомендую вот эти все продукты иметь, я обязательно, у меня есть эти все продукты, да, еще сейчас пик моды, вот я, кстати, не делала, есть у нас матовое покрытие, это очень здорово, потому что у нас матовые помады сейчас на пике и матовые ногти, вот любые наши лаки, вы можете матовое покрытие нести и станут матовые ногти, просто великолепная тоже вещь, Катя очень любит эту фреску, ламану, вы можете еще посильнее проконсультироваться, ну и, конечно же, наш любимый маникюр, который называется французский, это просто супер маникюр, он во все времена всеми любимый, всеми востребованный, да, и французский маникюр вы тоже можете сделать продуктами компании Арифлейн, у нас есть замечательный карандаш отбеливающий, Олеся пишет, что карандаш любимый, да, просто великолепный, есть у нас трафареты для французского маникюра, тоже очень сильно пользуются популярностью, постоянно заказывают, ну и, конечно, оттенки лака для французского маникюра, оттенки разные, хотите по-розовее можете розовый оттенок, хотите прозрачный прозрачный оттенок и так далее, то есть все шаги описаны, как делать французский маникюр, компания Арифлейм она заботится и каталог это не только каталог, да, а каталог это журнал красоты, потому что все макияжи, маникюр, как ухаживать за лицом, там большое количество информации, по уходу за руками, большое количество информации, ну знаете, большое количество клиентов не смотрят на информацию, но вы можете быть профессионалами, смотрите, рассматривайте, учитесь, рекомендуйте, и ваш клиент никогда от вас не уйдет, он будет всегда видеть вас профессионала, и только будет рекомендовать вас другим людям, и на этой ноте я хочу с вами закончить наш уход за руками, если есть вопросы, обязательно пишите, я буду очень рада ответить на ваши вопросы, и я говорю вам пока-пока, до скорых встреч, встречаемся в четверг в это же время в 20.00 в комнате для вебинаров, и мы с вами будем продолжать учиться мечтать, правильно ставить цели, это новый будет вебинар, я думаю, вам будет очень-очень интересно, и говорю на этом пока-пока, до скорых встреч, если нет вопросов, я удаляюсь, я рекомендуем, пока-пока, пока-пока, я это очень-очень отлично, это все-очень что приходит если по-какалу, гернор сказать,